И здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать на новое видео по F1 2019 и мне стало скучно делать только от немемы до нарезки с гонки ОРЛа, поэтому я решил в качестве можно сказать подготовки к гонке ОРЛ, которая пройдет в четверг на трассе в Монреале в Канаде, я решил проехать last to first челлендж за Сибисена Феттеля по этой трассе, 50% дистанции трассы Монреаль, 14 поворотов. 4,5 километра, 3 зоны ДРС, очень скоростная трасса, обгонов будет много, ну и посмотрим получится ли у меня прорваться. Тактика конечно же будет у меня не так как у всех, типа на зрелищность будет тактика, это можно сказать как подготовка, поэтому тактика medium hard, ничего особенного, скорее всего я по такой и поеду. Ну и стартовая решетка, я на последней позиции, первый у нас Мерседес, как неудивительно. Посмотрим, боты стоят вроде 105 или, вроде 107% боты стоят, 110, я пробовал, 110 боты они слишком мубовые, потому что за 11 вроде кругов Хэмилтон после своего пидстопа выезжал впереди меня, который только прорвался на шестую позицию. Вот так вот, вот как-то так. Ладно, у нас сейчас будет стартовая решетка, посмотрим на то, кто на каких позициях будет стартовать, в принципе это не так уж и интересно, я так бы сказал бы. Почему я взял Феррари? Феррари я взял потому, что у нее более нестабильная задница и мне надо учиться отучаться от разворотов. На первом ряду у нас два Мерседеса, Льюис Хэмилтон и Вальдери Боттас, дальше у нас Шарли Клэр и Макс Ферстаппен. На пятой позиции у нас Алекс Албомзом, Серхио Перес, Ким Райфенен, Карлос Сайнс, Кевин Магнусон и Даниэль Рикерта замыкают топ-десятку. Ну, опять-таки, типичная топ-10 для 2019 года. Кстати, кстати, только что объявили, что Феттель официально уходит после 20-го года из Феррари, такой типа, хы, найс, идеально я за него проехал гонку, так, на прощание. Попробуем выиграть Грам-при Канады, что у него не получилось сделать в 2019 году, из-за тупости судей. Тактика Медиум Хард, опять-таки, сливаем топливо, тут оно должно, по идее, расходоваться достаточно много, а может быть и нет, фиг знает, потому что есть первый сектор, где можно его тупо на бедненке ехать и оно будет там замечательно экономиться. Сгораются все пять огней и гаснули в эту секунду, все срываются с мест. Я не один стартую на Медиуме, старту мне, конечно, очень плохой, потому что впереди много софтов, но есть и Медиуме, например, Дживенация горожан, они стартовали на комплекте Медиума, пытаюсь уже сразу разобраться с Кубицей. Впереди Дживенация проигрывает позицию пока что Расселу, но это все еще первый сектор, тут все еще может по-другому обернуться. Очень едут все медленно, пытаюсь не сломать крыло, повреждения, кстати, полные, стоят, как в почти всех онлайн-лигах. Три в ряд, кстати, мы заходили в поворот, но я обошел сразу в двоих. Найс. Вышел без повреждений на симуляции, скорее всего, у меня бы отлетела права там своя пластина, а тут вот полные повреждения, они, мне кажется, более реалистичные, если смотреть на реальную форму. На старте у нас Леклер пытался пройти в Альтре, бот, съехали они бок о бок на разгоне, даже казалось, что Леклер сейчас выйдет вперед, но так, в принципе, и получилось, да. Он вышел вперед только после заменитой шиканы, где произошел инсульт Феттеля с Хардом, где он чуть не убил Хэммертона, хотя, по факту, там ничего такого парадоксального не было. Короче, ладно. Дальше у нас все очень сильно оттормаживаются в шпильку, я прихожу к Виата и пытаюсь уже угнаться за Гацли. И оставляю мало места к Виату, прям на грани, чтобы он меня пропустил, в принципе, это получается. Ряда мной борьба бок о бок к последней шикане к стене чемпионов, это смерть, если честно, потому что тут бок о бок заходить, это прям очень и очень страшно. Очень всемеденно проходит, пришлось даже на разгоне прижать педальку тормоза. Пытаюсь пройти уже Гацли по внешней траектории, вот он и Грожан на медиуме. Я зацепил немного траву, заблокировал правое переднее колесо, но Гацли все-таки я прошел, оттеснив его максимально на внешнюю сторону трассы. И его я прошел вот в этой шикане. Ладно. Дальше у нас третий круг, Роман Грожан на медиуме. Подрубаем все, что можно напрямую и с крыльями, не буду говорить, какими крыльями, кстати. Я просто скажу, что крылья у меня спереди очень низкая, сзади очень высокая. Я легко его прохожу. И вообще с такими крыльями я за этими ботами легко мог соперничать. Дальше у нас четвертый круг, Норрис в шпильке. Все опять-таки медленно очень едут, тормозят рано. Я поддеваю немного Хюлькенберга. Это было бы, кстати, сломанное крыло на симуляции, а так всего лишь ничего не произошло. В принципе, в реальной жизни вроде тоже ничего обычно не происходит. Прошел Норрис, а потом прошел Хюлькенберга. И прям очень красиво я перестроился и прошел Магнуса на полной траектории. Мне очень понравился данный обгон. Ну, вам, наверное, надеюсь тоже. Дальше у нас Карлос Сайнц на пятом круге. Опять-таки обгон на зоне ДРС с крылом. В принципе, так и будет почти все гонки проходить в онлайне. Да и вообще почти всегда в реальной жизни так и происходит. Но я уже десятый. Передо мной группа, которая может вывести меня на шестую позицию. Лидером, который является, кстати, Серхио Перес. У меня открылась Алиса, лоу. Ладно, я прохожу уже Лэнса Строла на прямой опять-таки. И дальше передо мной уже Дэн Рикьярда. Господи, Алиса не может закрыться. Я даже это вырезать не буду. Как у меня Алиса пытается. Ай, ладно. Короче, дальше у нас Дэн Рикьярда тоже на прямой. Уже восьмая строчка у меня есть. И передо мной Кимми Райкнин и Серхио Перес. Кимми Райкнин с крылом ДРС не может обогнать Переса, который без ДРС. Это прямо очень удивительно. Поэтому я такой, типа, а почему бы не пройти Кимми Райкнина? В принципе, у меня скорости хватает. Мы поравнялись на торможение. Торможу немного позже и по внешней траектории завершаю окон. Выхожу на седьмую позицию. Передо мной Перес, которого я уже на этом же круге с зоны ДРС, конечно же, прохожу. Порвел все, что можно. ЕРС тут, кстати, совсем не тратится. Прям от слова совсем. Ну, по крайней мере, когда я сидела за кем-то позади. Я прошел, выжил нашу твою водицу и поехал уже дальше. Скоро у софтраннеров начнутся первые пидстопы. Тут я удивился, почему мне не дали предупреждение. Но, в принципе, ладно. Дальше у нас девятый круг. И начинаются пидстопы. Выхожу я уже на позицию под номером 4. Передо мной не заехали еще Ферстаппин, Леклер и вроде Боттас. Я не понял. Но подойди меня выехал Хэмилтон на свежем медиуме с лучшим кругом и пытается уже меня догнать. Все остальные, кто не заехал, сворачивают на пид. Я выхожу на первую строчку на 11-м круге. Подойди меня Хэмилтон. Ему до меня 3,5 секунды. И уже на 14-м круге он был в зоне атаки от меня. Мне на следующем, по идее, круге надо заезжать на пид. Хорошо он выходит из поворота, подрубает ДРС. Но пока что, кстати... Я думал, что он не будет отковать. Но в последний момент он смещается на другую траекторию. Но я ему оставляю мало места. Но, в принципе, все в пределах правил. И пока что сохраняет свою первую позицию. Но он пытается пройти меня в шпильке. Тормозит он, конечно, попозже. Потому что у него более свежий комплект. Почти контакт у нас был. Потому что я заблокировал переднее правое колесо. Но все опять-таки на грани. Дальше у нас прямая. У нас очень опасно. Хэмилетон опять-таки с зоны ДРС пытается меня пройти. Но не находит места. Тормозит напрямую. И я сохраняю свою первую позицию. И на следующем круге, конечно же, будет еще одна попытка атаки. Но она происходит даже раньше. Она вот туда и происходит. По внешней траектории пытается он меня пройти. Но не хватает ему места. Я еще и немного заехал на траву. Прикрыл, можно сказать, всю трассу. И вот как-то так. Дальше на пятнадцатом круге пидстоп. Он, кстати, потерял много. Потому что зачем-то сместился с траектории. Потерял где-то несколько десятых. Может, полсекунды, кстати. Ну, а я заезжаю за хардом. В принципе, медиум не так уже сильно изношен. Можно в коллекации два круга на нем накинуть. И перейти спокойно на хард. Посмотрим. У нас, кстати, и Леклер, и Ферсапин перешли с софта на софт. И на последний отрезок у них будет медиум. Когда, наверное, у Албана и двух Мерседесов будет стратегия софт-медиум-медиум. Выезжаю я на седьмой позиции. Позади Серхио Переса. До которого мне еще надо доехать. А перед Пересом прям вот на ладони уже Алекс Албан. Ладно. У нас на семнадцатом круге уже я в зоне ДРС от Серхио Переса. Лучше для себя второй сектор. Подрубил все, что можно. И достаточно быстро начал приближаться к Рейсинг-Пойнту, кстати. Это достаточно интересно. Еще до торможения прошел я его полностью. Идеально оттормозился. И поехал за Алексом Албаном. На двадцатом круге у нас на пидстоп сворачивает и Леклер, и Ферстапин. Я выхожу на четвертую позицию. Но на этом же круге я атакую Алекс Албаном. Поздним торможением. Красивый обгон у меня случился. С небольшой блокировкой. С небольшим заездом на траву. Но он был чистым, без контакта. Так что я уже вышла на третью позицию. Ну а дальше у нас сходит Льюис Хэмилтон. Здорово, да. Он сходит на двадцатом круге. На этом круге он должен был сворачивать на бит. Но он немного не доехал. Видимо, это карма за то, что он слишком чит-тообразный в этой игре. Ладно. Я поднимаюсь на вторую строчку. И в этот же момент самое смешное, что инженер говорит. Краткая информация об Атосе. Кажется, у него что-то случилось. Я не буду скрывать, что я проорал в голосину. Потому что, ну, такое я мог услышать раньше только о Ферраре. То есть, Феттель сошел, Леклер проблемы. А тут это о Мерседесе. То есть, Хэмилтон сходит, у Боттуса проблемы. И тем самым Леклер после пидстопа... Я тоже после своего пидстопа. У нас дубль как бы у Феррари. Боттус и Ферсаппин вскоре тоже получил проблемы. И они очень сильно от нас отстали. И Феррари, типичные Феррари, начинают друг с другом бороться. Очень опасно тут было, потому что я задел барьер. Но крыло не сломал, слава богу. Пришлось мне, кстати, легально срезать трассу. Срезки, кстати, стоят строгие. И я из-за этого пропустила Леклера пока что. Потому что я не сумел вовремя сориентироваться. Подрубить режимы все. И поэтому напрямую мы ехали колесо в колесо. Только у него было ДРС. И даже учитывая то, что у него было ДРС. Я все равно ехал быстрее. Меня это прям очень сильно рассмешило. Дальше я еле попал в Шикану. И на 33-м круге у него еще одна попытка атаки. Там же Грей Хэммерсон. Только по внешней траектории на этот раз. Мы опять проходим бок о бок. Но позднее торможение. Закрываю ему траекторию. Но я ошибаюсь из-за этого. Он меня догоняет очень легко на разгоне. Пытается оборотить меня по внутренней траектории к шпильке. Поднял у него торможение. Потому что комплект у него будет получше. И я его пытаюсь перекрестить. Он меня пока что полностью прошел. Но используя, даже не имея ДРС. Я пытаюсь использовать все свои режимы. Батарейки уже почти нету. Потому что я ее почти всю вжал во время этой борьбы. И я его даже догоняю. Догоняю. Я без ДРС его и без липстрима. Тут у нас был опять-таки контакт. Мне пришлось срезать. И мне дают нелегальный обгон. Очень опасный был момент. Я решил просто отрубить все режимы. Тем самым он меня легко пройдет. Ну и тут был, можно сказать, свинский момент. Потому что я делал дайв. И его по факту вынес. Ну и на 35-м круге еще одна попытка атаки от Леклера. Он опять-таки очень-очень близко. Опять-таки внутренняя траектория к этой же шпильке. Где мы в прошлый раз столкнулись. Но только тут я смог удержать по каждому свою позицию. И к шпильке он меня атаковать уже не может. А напрямую у меня скорости было намного больше. Даже учитывая то, что у него ДРС и липстрим. И тем самым я выигрываю данный гран-при. Спокойно выйдя напрямую. Имея преимущество где-то в несколько десятых. Он не смог это наверстать напрямую. Тем более я ему еще и липстрим не всегда давал. Ну и в принципе на сложности 107 я с последней позиции побеждаю в гран-при Канады против своего напарника. Против Хэмилтона я бы не победил против Ботаса. Я возможно победил, но Хэмилтон бы точно меня одолел. А так с 20-й на 1-й Феттель побеждает в гран-при Канады. Никаких переставлений, табличек не будет. Все просто идеально. Мать и Бенота радуются, потому что дубль Феррари, но к сожалению уже в 21-м году мы не увидим тандем из Леклера и Феттеля. Если вы слышите на заднем фоне какие-то оры, то не удивляйтесь, у меня просто брат немного любит поорать дома. В принципе, ладно. Третьим у нас доезжает Вальтери Ботас. Макс Версабин своими проблемами пропустил даже Алекса Албана. Он доехал пятым, ну а Хэмилтон сошел. Причем Хэмилтон это единственный сошедший в этой гонке. Ничего я уже говорить не могу, просто хочу сказать о том, что стрима по ОРЛ как обычно не будет. В ОРЛ у нас осталось два этапа. Это Канада и Бразилия, скорее всего. Я за Феттеля тоже проеду гран-при Бельгии в качестве подготовки к Формуле 0. Потом за Феттеля проеду гран-при Бразилии. Ну и дальше, что у нас там в Формуле 0 будет? Япония, Монако, ну и остальные интересные трассы. В принципе, все. Мы сейчас посмотрим на результаты, я могу с вами прощаться. Увидимся мы уже, скорее всего, в пятницу в ролике по ОРЛ. Ну и вот результаты на ваших глазах. У нас после Ферстапина расположился Перес Райкнин, Магнусен Сайенс и Ника Хюлькенберг. Единственный сошедший, как я и говорил, это Льюис Хэмилтон. Дэн Риккардо даже проиграл двум Гильямсом. Ну и на этом я точно могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. До встречи в пятницу. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok